Субтитры делал DimaTorzok Я просто занимаюсь кулинарией, еще играю в хоккей в супер офигенном клубе, который называется Трудовик. Поэтому у нас сегодня такая коллаборация. Вот я приглашаю сюда своих друзей, с которыми играю, просто интересных людей. И сегодня мы приглашаем нашего первого гостя Михаила Хованцева, а.к. продюсера, у которого есть прекрасное шоу на ютубе, которое называется С дивана. Он нам многое сегодня что расскажет, поэтому давайте поприветствуем Миша Хованцев. Так, братва, всем здорово. Меня зовут Михаил, АК-продюсер. Один из основателей околофутбольного шоу на ютубе с дивана. И, соответственно, игрок хоккейного клуба Трудовик. Трудовик – это лучший хоккейный клуб среди любительских, но и профессиональных тоже. Увлекаюсь реконструкцией, готовить нихера не умеет, но, надеюсь, сегодня наш супер-шеф Раф научит меня готовить стей, которым я буду потом удивлять свою братву, сидя у себя на кухне. Здорово, Мишань! Так, привет, братва! Всем рад, блин! Чувствую, чувствую, будет вкусно. Я уже вижу то, что здесь... Я знаю, что задумано по приготовке, и это будет вкусно. Так, смотри, сегодня мы будем делать рецепт, вот, как ни странно, не только брокколи, которые ты очень любишь. Обожаю. Зелень, зелень... Ну, смотри, мы еще подготовили картошечку, которую сварили, да? Можно варить разными способами. Вот, мы сварили вот в такой чудо-печке, но, в целом, это можно сделать просто на плите. Как варить картошку, я надеюсь, вам, господа, не надо рассказывать. Вот, все очень просто. Главное, помойте ее хорошо. Да, вот у нас сегодня вот таких будет два гарнира. Дальше будем использовать чеснок. Дальше будем использовать мясо. Вот такое вот, да? Стейк, пекание. Вот, и, конечно же, будем использовать сливки. Будем использовать черный молотый перец. Вот такой вот. Пахнет, кстати, офигенно. Прямо свежий. Свежий перчик пахнет вкусно. Соответственно. Мясо и перец – это офигенное сочетание. Конечно, будем использовать бренди. Какая же французская кухня без бренди? Да, так а мы в итоге что готовим финально? Вот, смотри. Мы сейчас выставили вот эти все продукты. И вот как ты думаешь, можно ли из этих продуктов сделать рецепт французской кухлы? Блин, наверное, можно, раз ты мне задаешь такие вопросы. Мне вообще на самом деле главное, чтобы мясо было вкусно пожарено. Было офигенно этот. А французская – это кухня или нет? Это уже… Ну, смотри, ты увлекаешься исторической реконструкцией. Да, 5-й Киросовский полк. Да, причем, как бы, историей Франции, вот, поэтому, как бы, посмотря на это все, побывав на фестивале времена и эпохи, ты меня с ним познакомил, очень классно, спасибо тебе. Я решил сделать что-то французское. Но, на самом деле, многие думают, что французская кухня – это что-то очень сильно возвышенное, но на самом деле это достаточно простые рецепты, которые можно приготовить у себя дома. Сегодня мы будем делать пеппер стейк, да. Пеппер стейк. Пеппер стейк. Вот, кстати, как на французском будет пеппер стейк? Как и будет, наверное, я не знаю. Ле пеппер стейк. Ле пеппер стейк. Ле пеппер стейк. В общем, будем готовить его. Это достаточно простой рецепт. На самом деле, для него по классике, у кого-то сейчас возгорится жопа из моих коллег, что типа пеппер стейки я буду делать из пекания, а не из филе миньона. Вот, на времена трудные, поэтому… А, то есть у вас все сыты, да? Да, мы вместо филе миньона взяли пекание. На самом деле, от этого она будет ничуть не хуже, а вы, дорогие слушатели, да, наши зрители, сможете это приготовить дома достаточно бюджетно и получить от этого удовольствие. Ну, то есть я же правильно понимаю, что все вот эти ингредиенты, вот это вот мясо, картошка, ну, картошка, понятно, мы можем купить в обычном магазине. Абсолютно. Посмотреть твои видео. Да, и сделать у себя то же самое дома. Вот, поэтому я как бы и перечислял все продукты, да, то есть картошка, чеснок, брокколи, перец молотый, сливки. Вместо вот такого тороса 5 лет мы можем взять просто обычный коньяк кизляр, вот. Кизляр, да. Да, будет не хуже. Да, ну, на самом деле, смотри. Осталось еще пара вещей, которыми мне нужно тебя одарить для того, чтобы это действительно была кухня и действительно была французская кухня. Поэтому сейчас я тебе их принесу. Давай. Это что-то, блин, я даже, наверное, знаю. Вот и я. Смотри, первое, что сразу хочется для французской кухни, это вологодское масло. Блин, кстати, на самом деле это, ну, старая легенда, что без вологодского масла Париж бы давно бы питался бы одним дешираком. Все, классно. Смотри, дальше это крутой черный фартук, вот, потому что черный фартук это всегда стильно, вот, а у меня будет вот такой вот тоже крутой, красивый, но немножко не французский, а больше итальянский фартук вот нашей компании. Ну, слушай, я когда работал барменом, у меня тоже есть в истории такая тема, наши повара ходили в таких специальных ромах, которые перестегивались. Китель. Китель, да, ты носишь на одну сторону, потом ты ее запачкал, хок перевернулся. Слушай, а я для этого, знаешь, что делал? Я, короче, смотрите, ребят, лайфхак. Берете фартук вот такой полный, у тебя есть красивая сторона с кармашками, у тебя есть задняя сторона некрасивая. Вот ты когда готовишь много, переверачиваешь на заднюю сторону, а когда выходишь в гости или общаешься, развиваешь на аппаратную. Типа я такой повар Чистюля, да. Да, повар Чистюля. Смотри, короче, что мы делаем? Во-первых, я тебя сегодня хочу познакомить с такой историей, как сковородка. Вот, но не просто сковородка. Знаю, получал. Да. Блин, слушай, ну, аккуратно, аккуратно. Я тебе уже говорил, one pen recipe, да, то есть очень классно, мы берем сковородку, ставим ее подогреваться, после чего тебе нужно будет отрезать себе не пальцы, а... Сковородку, да, на газу и плите, ставим на газ, ставим на газ, наливаем воду, да, и смотри, я тебе покажу, вот, ну, короче, нужно отрезать брокколи, а не пальцы, вот, это выглядело. Это, кстати, самое сложное. Вот, вот ты вот так вот их отрезаешь, вот они у вас получаются вот такого вот плана, очень классненькие, крутые, вот, и ты вырезаешь просто каждое сосредо. Вот, пока я возьму самый важный ингредиент любой кухни. Всегда, когда я на такой кухне большой и с такими столами, у меня в руках нож, я вспоминаю фильм со сильным сидом, участвовал себя супергероем. Ну, блин, дальше у нас идет самый важный ингредиент, это соль. Сейчас, ну, просто не даму. Это хорошую шипотку соли, считай. Да. Просалили воду. Рассместился за кадром, для того, чтобы вам показать всю нашу подноготку. Вот мы берем и брокколи закидываем в водичку. И это совершенно новый формат, в котором у вас вроде бы два гостя, но заставляю я работать только не еще. Это рабовладельческий формат. Да, и являюсь голосом за кадром. Голос за кадром. Все, классно. Поставили сюда вариться брокколи, варятся они у нас в 7 минут, вот, свеженькие. А рядом с ним мы можем поставить прогреться картошечку. Прогреться? Прям туда. Прям туда можно? Да, прям туда. Наверное, надо это делать, это, да? Ну, как шеф-повар там все. Ля шеф-повар. Ля шеф-повар. Ля шеф-повар. Все, супер-классно. Короче, у нас уже тут кипит бурда наша, картошка с этим, с брокколями. Так, брокколи закинули в воду с картошкой на сковородке. Да, короче, мы вернулись к формату, что я вернулся к вам в кадр, ребят. Показали, как Миша классно работает, теперь я немножко покажу, как классно я работаю. Так, сразу оговорюсь, чтобы никто мне не напихивал в комментарии за то, что вы не готовите в перчатках. Вы не готовите в кителях. Ребят, мы не готовим на общественной кухне, мы готовим для себя. Для себя, да. Да, поэтому я могу здесь готовить хоть голый. В общем, смотри, мы очищаем чеснок. Да, очищаем его вот так вот просто. Мы его давим и вынимаем. Вот, все, чеснок мы подготовили. Три зубчика нам должно хватить. А жопки надо обрезать в чеснок? Слушай, жопки не обязательно. Вот, на самом деле, что нам сейчас нужно будет сделать? То есть, у нас брокколи сварились, да, то есть, как бы мы берем вот такую штучку, да, можно ее поставить сюда, чтобы все видели, и перекладываем наши овощи, которые у нас уже приготовились. Ну, все, и картошку тоже, да, забираем? И картошку, и брокколи, все классно. Опять-таки, повторюсь, что картофель мы отварили до этого, вот, сейчас мы сварили только... Мы его варили практически до готовности, вот, и в целом мы просто его подогреваем. И здесь, как бы, работает какая история, ребят, чтобы ваши овощи были вкусными, их прогревать, либо варить нужно с большим содержанием специй, в том числе соли, да, и, например, можно добавлять туда бульон. Вот в этом, например, есть кайф французской кухни, да, почему? Потому что они как раз используют у нас бульоны. Поэтому мы делаем вот такую штуку, все, у нас гарниры наши готовы, мы их просто потом прогреем, поэтому можем их отставить немножко. Стоп. Да, дальше мы берем, выливаем нашу водичку, вот, поэтому, как бы, как я уже говорил, one pan recipe, да, то есть, рецепты в одной сковородке, то есть, ты в них отварил, грубо говоря, овощи, дальше можешь заниматься мясом, чем мы сейчас и займемся. А сейчас мы подготовим мясо. Чуть-чуть поставим нашу индукцию поближе, соответственно, сковородочка у нас все готова. Там единственное, что нужно, будет масло, да, масло мы будем использовать простое, так, это дезодорированное. Все, вот, обычное поставочное масло. Красная цена пятерочке подойдет? Да, абсолютно, только ее и берем. Так, короче, смотри, мы сейчас сначала подготовим стейк, а потом будем его жарить. Для того, чтобы подготовить стейк, нам что-то нужно просто взять, куда стейк нам положить. Да, смотри, дальше, что мы делаем? Мы открываем, да, наш стейк, и когда мы разговариваем про пеппер стейк, да, то есть, ну, из названия, наверное, понятно, что типа он будет у нас перцем, да? Поэтому мы выкладываем, да? Это уже вкусно, я вообще без мяса, я не понимаю людей, которые не едят мясо. Смотри, можем его промокнуть, можем не промокнуть, тут как бы каждый для себя в целом решает сам, вот, кто-то говорит, что это надо обязательно сделать, кто-то говорит, что не надо, это, короче, так же, знаешь, типа, когда нужно солить стейк? Вот я типа всегда его солю перец тем, как его жарит. Кто-то говорит, что... Да, нужно после. Это все, на мой взгляд, полная вкусовщина. Значит, мы не промакиваем. Нет, мы не промакиваем, мы вот так вот его посолили хорошо. Вот так вот. Дальше, что мы делаем? Мы можем взять либо перец не молотый и помолоть его в мельнице, да, либо мы можем взять вот такую уже крупную. Крупную помолу, да? Да. И что мы делаем? То есть, пеппер стейк у нас солится с двух сторон, а перец мы насыпаем только с одной. Причем насыпаем мы его прям вот так вот хорошо. Хорошо. Почему я не промакиваю? Потому что вот если бы я сейчас промакнул, да, то, ну, хуже бы просто бы приклеились бы специи. Вот, поэтому, смотри, вот один делаю я, а второй делаешь ты. Прямо, это нормально. Да, прям, прям, прям вот так вот. Это чтобы потом жопа горела, бля. Абсолютно. Это здесь. Нормально? На трибор. Да. Бля, перца очень много, очень много. Все, добавили перец. Запах пушка. Дальше что мы делаем? Давай покажем прям зрителям, что у нас получилось. Вот такая вот штука, все достаточно просто, посолили, добавили перца. Теперь начинается самое интересное. Мы начинаем его жарить, и здесь у меня к тебе есть один вопрос, пока разогревается наша сковородка. Как ты попал в команду Трудовик, вот, что тебя привело, и как бы вообще в целом какая была история? Слушай, мы это все просто, я как бы давно в 10 играл в хоккей, приехал на дачу, нашел свою старую хоккейную форму, думаю, блин, надо поиграть в хоккей. В Москве, кстати, очень много любительских команд, в которые вы можете без проблем вписаться, и везде всех принимают, никаких проблем нет. На одних съемках нашего проекта с дивана в зрительном зале сидел один наш игрок, Серега Кот. Большое тебе приветствую. Здарова, Серега. И мы чуть разговаривали с ним про хоккей, и он говорит, что давай к нам, есть команда Трудовик, с ней там, я говорю, Серега, я трехногие, не умею кататься, играть в хоккей, он говорит, ну, там есть физрук, так что место ты себе точно найдешь. Ну, и так, и познакомил меня с Серегой Евтеевым, нашим капитаном, мы с ним списались, я приехал на первую тренировку, и реально офигело той крутой атмосферы, которая у нас в раздевалке творится. То есть, если вы любите хоккей, и вам нужна... Полиция за Трудовик. Да, вам нужна атмосфера, и вы хотите поиграть, то записывайтесь к нам на тренировки. Да, кстати, небольшая реклама еще нашего клуба, действительно, для разных уровней у нас разные команды, у нас есть ОБЖ, у нас есть Трудовик и Пизрук, вот, в целом, каждый может себя попробовать, мы даже даем формулу бесплатно. Ну, какие-то вещи, да, можно. Клуб не просто людей по интересам, а клуб людей с очень классными задачами, то есть мы благотворительностью занимаемся, да, и как бы хотим вообще двигать, развивать, как... Знаешь, что мне нравится, что, как бы, ну, очень много любительских команд, где люди играют за деньги, ну, за спонсорские деньги, в нашем клубе, в первую очередь, да, нет спонсоров, Хотят стать нашим спонсором, пишите в комментариях. Но, в первую очередь, люди играют за идею какую-то, за движуху, то есть там, ну, безразличных в команде нет, а если люди приходят и не остаются, значит, там такая движуха неинтересна. Ну, да, смотри, дальше, что мы делаем, у нас сковородка начинает, видишь, разогреваться, и потихоньку идет дымок, да. Вопрос у меня к тебе, у тебя с собой зажигалка есть? Не, я же не говорю. Да, классно, чуваки. Все. Для чего, объясню потом. Знаете, что мы начинаем делать? Мы начинаем жарить стейк, и самое главное, когда вы жарите стейк на сковородке, это первое, что вот от сковородки должен пойти вот такой вот дымок. После чего мы чуть-чуть добавляем масла, ну, прям чуть-чуть, вот прям совсем капельку. Слушай, а уровни прожарки там реально регулировать? А, слушай, ну, уровни прожарки, это все-таки все зависит от того, насколько большой стейк, да, то есть вот здесь как бы прожарку поймать будет нам сложновато. И смотри, что мы делаем? Мы берем стейк, да, то есть у нас все это разогревается, и делаем вот так вот. Кладем на сковородку. Пожалуйста, твой тоже. Заметили, да, ребят? Вообще, мастерство не пробьет. Ладно, смотри, это все мы сделали, все классно. Дальше мы берем масло, и ты меня спросишь, зачем? Если вдруг, как бы кто не заметил, мы на Лере обливать. Абсолютно верно. Это не совсем тупой. Да. Но что у нас есть, и что интересного у нас вот происходит с этим стейком? Что дабы у нас, грубо говоря, перец не сгорел, а все-таки было такое классное ощущение вкусного, душистого, ароматного перца, когда мы будем переворачивать на другую сторону, мы будем на сковородку добавлять сливочное масло. Как мне говорили, там, многие это делают для того, чтобы чуть-чуть уменьшить температуру на сковородке, но на самом деле это не совсем так. Просто масло, оно, скажем так, вновь добавленное, оно у нас такое, знаешь, сделает эффект обволакивания. Ну, корочка, да? Да, но мы это должны будем сделать очень быстро, вот. По факту того, пока у нас это все готовится, мы вот так вот разбиваем чесночок, вот так вот, и вот так вот. Бля, я мудак всегда это давлю. Можно давить, вот, но тут уж это, как кто любит. Поэтому смотри, вот у меня уже стейк начинает чуть-чуть бугриться. Можете посмотреть. Бугрица, бля. Да, ну, то есть, деформироваться. Я могу чуть-чуть его вот так вот посмотреть. И, в принципе, он очень даже неплохо себя чувствует. Давай, я, кстати, зайду в другой стороны, ты прям покажешь. Здесь все дымит, запах сумасшедший. Ну, смотрим. Вот он. О, отлично. Да, вот он. Мишань, смотри, берешь, отрезаешь большой кусок масла. Настолько? Ну, нет, чуть поменьше. Вот, да. Прямо отрезаешь, кидаешь его вот сюда. Посередине? Да. Бля, давай. Все, и кидаешь чеснок. Отлично. После чего, давай, переворачивай стейк. Просто беру? Да, и просто переворачиваешь. Все. И снимаешь с плиты. Снимаешь с плиты? Да. И куда, куда просто? Теперь, что мы делаем? Мы выключили плиту. Делаем чуть-чуть вот так вот. После чего мы берем, добавляем чуть-чуть. Тканины. Тогда добавим еще чуть-чуть. Твоя цепь. Бля, мы сейчас ничего здесь не споймем, блядь. Нет. После чего мы его так вот снимаем. После чего стейк у нас чуть-чуть, видишь? Он у нас уже образовался такой этот соус. И образовался, видишь, именно налет самого перца. После чего мы берем и вот так вот чуть-чуть поливаем это все. После того, как мы полили, мы берем и перекладываем наш стейк вот сюда на сковородочку. А дальше мы берем и готовим соус. Соус мы делаем очень просто. Мы берем сливки. Здесь у нас уже очень большое количество масла. Добавляем сливки. Прям пачка, да? Вот таким образом. Ну, это маленькая пачечка. А сливки любые можно? Сливки 23%. Вот, можно брать питмол, шеф, можно брать любые другие. Вот, но тут как бы сколько у вас бюджета. Скажем так. После чего мы берем и вот так вот это все аккуратненько перемешиваем. В целом, из-за того, что у нас сковородка хорошо разогрелась, да, мы можем его до кипения не доводить. И здесь как бы есть такая фишка, которую любят, в принципе, все французы. Да, это деглассировать сковородки. Вином, коньяком, сливками. Вот то, что мы сейчас как бы сделали для аромата. В этом как бы фишка французской кухни. Поэтому мы сейчас чуть-чуть... Без бухла они не готовят, да? Вообще нет. Вообще нет. Поэтому я выбрал французскую реконструкцию. Да, а я люблю французскую кухню. Соответственно, перец у нас уже есть там молотый, но мы еще добавим чуть-чуть перца горошком, но он копченый. Мы сделаем вот так. Можно обычно, не копченый, да? У нас еще должен быть здесь один перец. Он называется грин пеппер. Из него как раз вот этот соус, скажем так, это его цинкс. Но как бы его купить иногда сложновато в магазинах. Поэтому мы делаем все, что в целом... Смотри, если я на газу, я посмотрите, поставил небольшую температуру прямо на мелком огне, да? Я ее чуть-чуть довожу, грею, да? На мелком. Я просто почему запоминаю, потому что у меня дома газовая плита. Слушай, смотри, мы для этого как бы записываем рецепт, чтобы вы по шагам можете посмотреть. Вот. Сделая на это на индукции или на газу, это не имеет никакого значения. Вот. Потому что тут нам важна сама технология, как правильно говорят. Все, мы чуть-чуть прогрели соус. И теперь давай мы соберем наше блюдо. Вот, я сейчас принесу тарелочки красивые, и мы это все сделаем. Будет подача, да, короче? Будет подача. Бля, запах вообще вкусный. Итак, я вернулся. Берем мы вот такую тарелочку. Соответственно, что мы делаем дальше? У нас есть, пожалуйста, наши овощи, да? То есть, которые мы уже приготовили, сделали. Как я обычно делаю, чтобы удивить ваших гостей или наших гостей. Здесь мы можем картошечку вот так вот порезать. Отрезать чуть-чуть. Вот так вот. И чуть-чуть мы берем и выкладываем наш гарнир. Вот таким вот образом. Красиво в целом получилось? Вообще пушка. Я думаю, да. После чего стейк у нас уже отдохнул. И мы что делаем? Мы берем и его нарезаем. Вот таким вот образом. Бля, ты можешь, знаешь, как это показывает? Ну, там, ну, зелень, наверное, так режет, да? Мясо так режет. Ну, обычно нет. Мясо как бы... Мясо не сели. Птица не утка. Мясо не бегает. Вот, смотри, у нас получилась вот такая вот сочная прожарочка. Мы сейчас обязательно покажем в приближении это все. Резать будешь ты. Мы берем вот так вот, выкладываем наш стейк. После чего, ребятушки мои любимые, мы берем соус, который у нас уже здесь, да? Со сливками, с перцем, с бренди. И вот так вот это все поливаем. Бля, это выглядит вообще просто. Я могу пойти работать поваром в ресторан какой-нибудь. Вот такое вот красивое блюдо. Смотри, я думаю, что мы сейчас снимем в приближении, да? Да. Чтобы у нас было красиво. В целом у нас получилось вот такое блюдо. Сейчас Миша соберет свою тарелку самостоятельно, как он это видит. А я это все сниму в приближении. А потом мы это все вместе попробуем. Все. Я пошел за тарелкой. Чего такого нету? Сколько там брокколей? В кухне это и есть импровизация. Да. Вот так вот. Я не умею красиво выкладывать, но я как бы для себя это делаю. Так что мне лишь бы вкусно было в первую очередь. Но я, судя по запаху, блин, реально же, это очень вкусно, да? То есть, мне кажется, многие же ориентируются на запах. Если пахнет вкусно, то и будет вкусно самостоятельно. Так, теперь режем стейк. Смотрите, какая прожарка классная. Блин, вообще просто пушка. Смотри поближе, прям оно вообще сочное. О, мясо должно быть сочным. Все, кто любит подошву, для меня очень странно тоже люди. Знаешь, когда мясо зажарят так, что его есть невозможно. Мишанин, пока я тебя интервьюирую, расскажи, пожалуйста, как появилось с дивана и как вообще вы это все придумали? Слушай, это давно идея у меня была. Я был таким фанатом радиоспорт. Мне всегда нравилось слушать его. И почему-то на основе радиоспорта у меня пришла мысль собрать в кадр людей, которые болеют за разные команды. Сейчас приблизимся. Да, и обсуждать там всю эту движуху. Берем соус, смотрите, какой соус классный. Но, блин, вообще вкусно. Мы встретились, я написал Антону, я познакомился с Антоном Дорофеевым. Написал ему, есть идея. Он ее поддержал. В кадр решили позвать Костю Москва и Диму Фрэнка. И выросло то, что выросло. На футбол всем пофиг. Вот в старой истории повспоминать оказалось довольно-таки угарным, чем этот не нужный никому футбол. Поэтому вспоминаем, угораем. Подписывайтесь, смотрите. Блин, слушай, вкусно. Вкусно, блин. Давай пробуй. Давай уже пробуй. Итак, смотрите, ребята. У нас все, короче, в реальном времени. Мишаня пробует мой стейк, я пробую стейк Мишани. Все, давайте все почерпим. Да, знаешь, у меня, конечно, лучше раскладка. Ну, как бы, базара нет. А ему надо же не говоря. Черт, пушка. Ты расскажи людям, стейк он как подается? Холодным, теплым? Что такое, ты сказал, там отдохнул, стейк отдохнул. Что такое стейк отдохнул? Это когда вы пожарили стейк, и вот чтобы у тебя он так это, не протек на тарелочку. Знаешь, у меня он не протек. Потому что он по-моему, у тебя протек, вот мой. Нет. А. У тебя стейк, который ты вот сейчас видишь, он чуть протек. Да, потому что он, грубо говоря, немножко не отлежался. Вот. Но для чего это нужно? Для того, чтобы просто все процессы, которые есть внутри мяса, они выровнялись. И, соответственно, когда ты режешь, у тебя вся влага не убежала быстро из стейка. Он был сочным. Вот. Поэтому дают немножко отдохнуть. Ммм. А на гриле уже можно тоже пожарить? Можно. Но тут, знаешь, как бы, каждый сам для себя решает, где он хочет это пожарить. То есть, это база, на которую мы можем наслаивать всякие разные штуки. Блин. Вы можете это приготовить на гриле, вы можете это приготовить на мангале, вы можете приготовить это дома, на природе. Но в целом, вот такой вот рецепт. Блин, братва, очень вкусно. Очень вкусно. Реально, я давно не ел такой вкусный стейк. И прожарка, кстати, реально как надо. Здесь, что важно, что такие стейки, тонкие, они не готовятся очень долго. Ну, сколько мы, минуты две, наверное, да? Да, поэтому я взял именно теорию пеппера, да, в котором у нас есть шапка из перца. И мы его практически с одной стороны пожарили, потом просто довели. И на базе этого быстро сделали соус. То есть, в моем понимании, вот эти вот one pan dish, это то есть до 20 минут, вы спокойно можете себе это все позволить сделать вкусно. Братва, это очень вкусно. Рекомендую приготовление. Все просто, на самом деле, оказалось. Я так понимаю, с гарниром можно, да, там любой. Можно макарошки, можно пюрешку. Можно овощи и картошку. Картошка, мясо над с овощами есть, никаких пюрешек. Короче, ребят, с вами был Равиль Тузудинов, Михаил Хованцев, и кей-продюсер. Это хоккейный клуб «Трудовик». Хоккейный клуб «Трудовик», кстати говоря. Блин, ладно. Хотел майку показать и прорекламировать наш мерч. А, кстати, я сейчас это и сделаю. А я пока наслаждаюсь вкусной едой. Минутка продукт-плейсмента. Ребят, все, кто хочет, могут приобрести вот такие классные майки, толстовочки, кепки, которые есть у нашей команды. Болейте за «Трудовик», вкусно готовьте и получайте от жизни удовольствие. С вами был Равиль Тузудинов, Михаил Хованцев. Хованский, Хованцев. Михаил Хованцев, да. Спасибо, парни, было вкусно. Надеюсь, что этот пилотный выпуск к вам зайдет. И если да, то мы улучшимся и по качеству съемок. Ну, Равиль улучшится и по качеству съемок, и... И по качеству всего. Слушай, дядь, ну, 400 рублей. Два штейка, да? Да. Типа филе миньон, ну, много. Где ты покупаешь? Перекресток, азбука. Ну, то есть, это вообще везде есть. Бля, надо соседа удивить. Теперь я удивлю соседа.